Превзойти своего легендарного кумира, каратист-самоучка из Горнаула Хаджал Махи Шамиль Магомедов не сумел. Но годы тренировок не прошли зря. Сегодня он мог бы удивить самого Брюса Ли. Если не скоростью, то силой своих ног наверняка. Так 15 раз подряд за минуту. Этот удар ногой с привязанной к стопе 24-килограммовой гири пока не смог повторить никто. Ни в родном ауле, ни в Дагестане, ни в Москве, куда Шамиля пригласили участвовать в шоу российских рекордов. Здоровые мужики там все. Так же, они проводят не ходят. У 30-летнего энтузиаста нет секретных методик. Каждый день пробежка по ущельям и оврагам, разминка в горах, силовая тренировка уже во дворе, на самодельном допотопном тренажере. Технику ударов Шамиль изучал по картинкам в потрепанной книжке и любимым фильмам с Брюсом Ли. Потому что не было здесь для него профессиональных тренеров, у кого он мог бы официально заниматься. Он не видел таких тренеров, у кого можно добиться что-то в этой деревне. Когда о феномене из Хаджалмахи прослышали в сильнейшем каратистском клубе Дагестана, то сперва не поверили. Шамиля впервые в жизни пригласили на татами и даже дали настоящее кимоно. Этот сложнейший удар профессионалы оттачивают под руководством опытных тренеров. А сама учка из горного аула не только освоила его почти безукоризненно, но еще и умудрился подвесить на ногу гирю. Это непростое упражнение, непростой удар. Ребята не могут ногу даже держать несколько секунд саму ногу. Я думаю, что он сам дошел до этого. Человек есть. Думаю, и талант есть, и желание есть. В родном ауле Шамиль кумир всех поколений. Старики и мальчишки не дают прохода на улицу, а учитель физкультуры охотно зовет его в школьный зал провести тренировку. Впрочем, страстный поклонник единоборств уже сейчас хочет побить собственные результаты и претендовать на рекорд, достойный книги Гиннеса. Я 32 килограмма, короче, вот так взял и вот так ударил, короче. Вот ударил. Один раз позже я его пробовал. И тык победен над собой, Шамилю помогает не только тренировке, но главное вера во Всевышнего. Основам ислама, правильному соблюдению поста и совершению намаза учил отец. Несколько лет назад он трагически погиб. Бабушка Аминат часто вспоминает, как способный и смышленый мальчик быстро запоминал даже сложные суры из Корана. Мой сын был очень набожный человек, читал Коран. Шамиль всегда садился рядом и слушал его. И так на слух запоминал многие аяты. Сегодня Шамиль выступает в роли наставника для сотен мальчишек. В традициях шариата учить детвору судить за своим здоровьем и сторониться сигарет и алкоголя. Свободные часы занимаются сыновьями, показывают малышам, как делать омовение и стулку на руках. А еще Шамиль не устает повторять своим ученикам. Ислам предписывает, человек должен развиваться гармонично. Собственная физическая и духовная крепость – лучший пример в ауле. Тимур Абдулаев, Башир Алиев, Кристина Мирзоева, Ибрагим Абдулаев, Телеканал Россия.